187 сантиметров рост и 41 год Рейн Мерсери 103 килограмма, он весит 30 побед, 22 победы нокаутом 4 поражения, 1 ничья 26 к Владимирову, 26 лет, 1 метр 98, 110 килограмм к этому бою Бой за звание чемпиона мира в Субтитре На стороне Владимира превосходство в технике и в скорости, да, пожалуй, в мощи ударные. На стороне Мерсера опыт и умение вырывать бой в самых тяжелых ситуациях. Для Ключко самое важное не пустить Мерсера на среднюю дистанцию, не позволить навязать себе размин, потому что в этом Мерсер большой дока. Он боец острый, жесткий и решительный. Это не какой-то Ботов или Джефферсон. У Владимира длинный, жесткий джеб. Что очень важно в таком бою против такого противника. У него есть умение держать нужную дистанцию, умение вести бой с удобной дистанцией для него. И Мерсеру придется нелегко, потому что прорваться туда, куда он хочет, будет трудно. Но не надо забывать, что у Мерсера говорят каменный подбородок. Свалить его очень сложно. Для специалистов самый большой вопрос в отношении Ключко – это его выносливость. Это его умение действовать остро в последних раундах. Попал, попал справа. Не надо сомневаться. Можно действовать, как действует. Рэй пока ни разу не достал. Вот смотрите, что такое хорошая школа. Виден рисунок боя, видна задумка, видны тактические варианты, которые наработали перед этим боем. При этом в своей манере действует Ключко. Надо признать, что умение действовать, оперировать левой рукой, вот так вот, четко, без всякой суеты, под разными углами, в таком бою это очень важно. В этом бою Гонг не спасает ни в одном раунде от нокаута. Мерсер показывает, что его не потрясли, эти удары. По-моему, все ожидания, которые были перед этим боем, в этом раунде вообще проявились с избытком даже, с превышением. По-моему, это был второй нокдаун в жизни Рэя Мерсера. Да еще какой. Этот крюк поставил точку. В предыдущем раунде. Класс боксера проявляется в том, как он действует левой рукой. Ключко действовал в предыдущем раунде блестяще. Это была классика бокса. Валата ни к чему была. Некрасива. Этот трюк известен. Прихватить противника за шею. Надавить на сонную артерию. Пока что Рэй Мерсер выглядит хуже, чем ожидалось. Он выглядит беспомощным. Он не знает, как подобраться. Да, конечно, превосходство физическое колоссальное у Владимира. И все-таки характер, умение своего, бравада, умение не сдаваться. Но тут идет просто расстрел. Некоторые эпизоды совершенно неожиданно превращаются просто в избиение. Нельзя давать себя доставать. Мерсер даже в состоянии Гроги может ударить. Мерсер пытается выровнять. Если он не пропустит сейчас парочку ударов серьезных в этом раунде, он может привести бой с поздней раунда. Дело в том, что Мерсер давно не имел серьезных противников в ринге. После вот этой болезни, я вам говорил, он очень легко расправился. По-моему, у него что-то 5 или 6 было оппонентов за последнее время. Но с бойцом такого класса, как Владимир Ключко, он уже давно не встречался. И видно, многое порастерялось того, что ему было присуще, когда он был помоложе. Это повтор от того момента, когда Мерсер упал. Надо признать, что Ключко начал очень правильно этот бой. Он должен быть агрессором. Он должен реализовать свое превосходство в технике, да и в физических данных. Потому что ждать Мерсера никак нельзя. Нельзя позволять ему хозяйничать. Нельзя, нельзя нецать его отдавать. Нужно держать его напряжение. Нужно тревожить. Вот первый звонок. Мерсер достает. Легко, правда. Инициатива. Вот что решит все в этом бою. Мерсер заходит к канатам. Обманивает себя противника. Облика хочет драмы, и она получает ее. Третий раунд. Представляете, в каком напряжении и темпе этот бой проходит. А Мерсер из тех бойцов, которые могут раскрутиться и в поздних раундах. Он сохраняет способность и ударить, и обострить бой. Заставить противника перейти в оборону. Все он это мог когда-то. Володя, пока он свежий, нужно решать проблему Мерсера. И вот этого нельзя допускать. Нельзя допускать возни, борьбы. Потому что от этого накапливается усталость. Посмотрите, что Мерсер сделал. Он выровнял, выровнял сейчас бой. Чем бы не кончился этот бой, эта схватка, он уже оправдал все ожидания. Вот этот сержант американской армии попал ведь в бокс очень поздно. Его просто попросили в воинской части побоксировать с теми, кто готовился там к первенству какому-то армейскому. Попросили на свою голову, выяснилось, что у этого парня есть чутье, талант и безжалостность в бою. Короче говоря, чуть ли не через два года после того, как он начал заниматься, в 28 лет он стал чемпионом Олимпийских игр. Причем, кто помнит, ведь он же убрал всех раньше времени. Все знали, что у Мерсера весьма жесткий характер, чемпионский. Все знали, что он вообще будущая звезда. Но вот что-то не получилось у него. Не получилось по тем причинам, которые я назвал. Страсть к бутылке, абсолютное пренебрежение к тренировкам. Мерсер выезжал в основном на своей расчетливости, врожденной агрессивности, жесткости и храбрости. Да, да, надо быть занятым, надо больше действовать, чем Мерсер. Только так откроется возможность. Возможность провести удар. Опять левый. Раз. Не знаю, как вам мне показалось, что Володя упустил момент закончить бой. Попал Мерсер первый раз. Первый раз попал Скрала. Это то, что хотят видеть. Вытерпит Кличко удары Мерсера. Выстоит он, сможет он переломить бой в тяжелой ситуации в свою пользу. И тогда публика будет на его стороне. Мерсер пока делает мало. Делает мало, потому что Кличко не позволяет. Но вот то, что он начинает понемножку прорываться на свою дистанцию, это, в общем, начинает тревожить чуть-чуть. Подсаживается, подсаживается, сближается. Заметили, Мерсер выходит на свою дистанцию, не бьет. Он примеривается. Разыгрывает, что называется, до верного. Ну, тот факт, что HBO перевело свои камеры сейчас на Мерсера, говорит о многом. Гематома у Володи. Тяжело пришлось. Так что все предположения, что у Владимира Кличко будет сегодня самое тяжелое испытание в его карьере, без всякого сомнения. Ну, кто бы еще выдержал такой удар. Только Мерсер. Держать его надо, держать на той дистанции, которая выгодна Кличко, потому что вот эти вот наклоны, подседы, они чреваты. Мерсер может отсюда, снизу выстрелить, а бьет он длинно и достает. Раунд за раундом Мерсер скрадывает дистанцию, какие-то сантиметры. Мерсеру выгоден такой темп. Не надо забывать, что ему 41 год, что ему взвинчивать темп не хочется, потому что он прекрасно понимает, что сил не хватит до конца 12-го раунда. Не моргнул глазом Мерсер, выдерживает этот удар. Этот трюк повторяет Мерсер раз за разом. Заходит спиной к канатам и ждет возможности встретить противника. Кличко выглядит совершенно по-другому с тех пор, как с ним начал работать Том и Брух. Это манера, которая нравится здесь, которая намного эффективнее и которая позволяет реализовать свои преимущества в физических данных. Он стоит ниже, чем раньше. Он сбалансировал. И он может сильно бить из любого положения сейчас. Намного свободнее стал. Да, Мерсер, по-моему, потек. Просечение очень серьезное. Ньюман, рефери, приглядывается уже. Знаете, должен вам сказать, что боев такого уровня, как мы сейчас наблюдаем, я уже давно не видел у тяжеловеса. Там либо определенное преимущество с одной стороны, где заранее все ясно, либо это скучная толкотня. Просматривался в бою Тайсон-Люис исход буквально с первого раунда. Здесь же до сих пор все не решено. Мерсер еще не подобрался ни разу к Владимиру. Но он сокращает дистанцию. Единственное, в чем ему может не повезти, это вот из-за того, что у него такое рассечение. Очень тяжелое рассечение. Его очень трудно заклеить. Мерсеру сейчас ничего не остается, как обострять бой. Потому что он прекрасно понимает, еще раунд, еще одно-два попадания в эту рану, его снимут. Поэтому я думаю, он пойдет в Абан, как мы уже видели во время его боя с Брайаном Скоттом в Копенгагене. Вот сейчас и Володя это понял. И бой принимает односторонний характер. Причем он понимает, что нужно сейчас использовать этот момент. И рефери принимает решение остановить бой. И в данном случае ни у кого не вызывает это решение сомнений. Все сделано правильно. Плечко сейчас завоевывает минимум половину зала. И уже поднимает плакат. Плечко против Льюиса. Это было то испытание для Владимира Плечко, которого все ждали. Исход которого многие предрекали. И все-таки через сомнение был. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!